Салют, друзья, с вами Интересный и я, Фикус. Сегодня у вас будет масштабный эксперимент. Сегодня мы хотим сделать домик на 5 квадратных метрах и разместить им абсолютно всё. Ванную комнату, туалет, душевую, кухню, спальню. Всё, что было на 5 квадратных метрах. Как вы думаете, реально ли это сделать вообще? В принципе, мы с вами ещё ничего не знаем, планов никаких нет. Сейчас, прямо на ваших глазах, мы попытаемся из этого что-то сделать. А сейчас, пока мы ещё не приступили к постройке, поставьте на паузу и посмотрите внизу, нажата ли кнопочка подписаться. Если нет, ты сни на неё и подпишись. Тебе не тяжело, а нам приятно. Допустим, наш дом будет размещаться в такой, как бы, бочке. Ну, а нам сделаем, поставим её не вертикально, а горизонтально. Вот. В разрезе оно будет выглядеть вот так. Допустим, комната наша будет размещаться здесь, допустим, спальня, здесь гостиная, здесь кухня, а здесь туалет. Вход будет один, если мы захотим попасть в какую-либо комнату, нам нужно будет всего лишь прокрутить эту бочку. Я считаю, это очень крутой эксперимент, его никогда никто не делал, поэтому нам очень-очень интересно, что из этого получится. Я уверен, что что-то пойдёт не так. Думаю, нам хватит. Итак, мы уже начали всё делать и начали с этой подставки. Ребята, она очень здоровая. Она 3 на 3. И если она такая будет, то получается, наш дом с этой подставкой будет где-то 4,5-5 метров. Это выше, чем качели. Качели это 3 метра, будет 5, это реально гигантское строение. Но реально, хочется осуществить эту задумку, и мы не боимся. Я вообще не представляю, что из этого должно получиться, что там Серёге приснилось. Но чувствую я, что эта вся штуковина просто упадёт и покатится вниз мне в огород. Реально, ребята, смотрите, оно похоже на ринг. Вот, мы уже сделали вот такую вот площадку, крепёж, на которой будет фиксироваться наш дом. И остаётся только искренне надеяться на то, что эта конструкция выдержит вот эту конструкцию, на которой, кстати, мы уже затарились досками. И у нас их, кстати, очень-очень много. Это ж сколько я мог бы себе сделать теплиц. Да, конечно. Вот, но у нас будет дом, который будет переворачиваться. Прикиньте, вот такая нехитрая конструкция. А потом этот дом я потихонечку качу себе в огороде, сделаю теплицу. Он уже неподъёмный. Попробуй поднять. Так он катится будет, он же круглый. Ты попробуй приподнять его, он тяжелющий. А ну. Мы, ребята, в ужасе. В ужасе от того, насколько эта махина огромная и тяжелая. Она на данный момент весит 250 килограмм, примерно. То есть, когда она будет завершена, она будет весить примерно полтонны. Полтонны будет весить этот домик. И теперь назревает вопрос, выдержат ли её наши колеса? И как вообще крепить? Или же всё-таки оно покатится вниз, и у меня будет теплиться. Но, тем не менее, мы не останавливаемся, не расстраиваемся, делаем, а там уже будем как-то, вот, выруливать из этой ситуации и пытаться довести всё до конца. По первой задумке, колёса, я думал, садят где-то-нибудь здесь. Вот. Но, как просто понял от того, что такой вес, как оно выдержит? Новые правки, колёса будут внизу. Вот здесь будет колёс 6. Блин, я честно не мог понять, что это за колесо, и как его накачивать. Оказывается, оно не накачиваемое. Оно из такого какого-то материала цельного. Что-то типа пенопласт, полипропилен, ну, короче, это прикольно. Короче, мы делаем ось, и оно крутится. Потом мы будем ставить. Ещё мы приспосабливаем вот такие деревянные основы, на которые будет цепляться. Ставится вот это колесо. Посмотрите. И мы очень наивно надеемся, что всё будет крутиться. Вот. Вот эти 6 колёс, они будут это делать. Вы представляете, мы выставили всю эту конструкцию по уровню. Для того, чтобы не было никаких перекосов и завалов. Поэтому наша конструкция уже оцентрована. И готова к тому, чтобы её опустить на колёса. На воду, знаешь, как называют. То есть 6 колёс уже прикручены. Теперь главная задача, это так, открутить вот эту вот доску, чтобы оно плавно и аккуратненько легло на колёса. Чего не будет, потому что она упадёт. Нужно её придерживать как-то. Ну, короче, сейчас будем как-то мучить. И пытаться всё это красивенько сделать. Мне страшно. Фигу, встань тоже сюда. Получается, если сейчас убирается палка. Подожди, не надо. А, ну уже. О, нет. О, что-то вышло. Смотрите, сейчас весь вес на этом колесе. И оно выдерживает, представляете? То есть мы боялись насчёт колёс. Но, видите, пока колесо выдерживает. Поэтому оптимизм есть. А кто-то угол ещё прикручен с той стороны? Ну, тот-то прикручен, но всё равно, как бы, всё равно оптимизм есть. Давай. Мне кажется, она держится. Давай. Опа. Ну. О, встала на колёса чётко. И так, наш домик уже готов, и его осталось только меблировать. И так, начинать мы будем из спальни. Вот здесь у нас будет стоять кровать. Кровать. Как раз чётко в размер. А этим временем заканчиваю кухонный стол. Потому что сейчас мы будем приворачивать на другую сторону. И нам уже нужна кухонная мебель. Крутится идеально, друзья. Блин, посмотри, какой крутой. Кровать, посмотри. Блин, оно как в доме перевёртыши. А прикинь, оно будет на потолке, а всё с другой будет по бокалу. Это ж дичь полнейшая. И так, мы начинаем обзор нашего жилища. И начинаем его с самой классной и любимой моей комнаты. Почему любимой? Потому что здесь есть кровать, и здесь можно поспать. В нашей спальне есть непосредственно кровать. Есть вот такая вот лампа, с помощью которой можно почитать книжку перед сном. Также у нас есть такие элементы декора. Есть вот такая вот штука, о которой мы расскажем в другой комнате немножко позже. Кстати, мы с Серёгой придумали, как можно использовать кухонный стол сбоку. Серёга предлагает прикрепить лист бумаги. И здесь что-то рисовать. Я предлагаю, сюда ещё можно прикрепить дарт и кидать дротики отсюда. А какие у вас есть варианты? Напишите обязательно в комментариях, что можно сделать с этим столом и как его можно использовать со спальни. Ну что, крутите барабан, поехали в кухню. Ку-ку. Кто в нашем домике живёт? Прокурор Степанку. Чувак! Вообще, такой, знаешь, как в садепе, и, короче, ну, ковры на стенах. Прикольно. Это же этот, Макс плюс 100 500. Вот, тем более. Офигенно. Кстати, здесь так уютно, у тебя, знаешь, этот свет ещё, он так офигенно. Кстати, кухню у нас можно использовать как и рабочее место, как офис. Так оно так и выглядит на данный момент. Всё так уютненько. Вы спросите, что это такое и что оно здесь делает? Если вы смотрели предыдущие видео, то вы помните, что эта штуковина, это проектор. И его, в принципе, можно использовать и на кухне, но он рассчитан для использования в другой комнате, которую мы покажем вам позже. Это спайдермен. С вами Акатерина Асача. Нет, я вспомнил Марио, там грибы такие были злые. Похоже. Кстати, как вы заметили, это единственная, даже не знаю, как это назвать, не комната, а зона, в котором открывается вид в окно. Вот. Ну, с другой, зоны. Это не окно. А что это, покажем потом. И вот так одним движением руки наше окно превращается в унитаз. А также у нас есть душ. С разными режимами. Даже у меня не такая модная аллейка. У-у-у-у. Ничего себе, напор. Вот здесь какой душ. Офигеть. Ну и последняя комната, это комната отдыха, где можно разместиться большой компанией, сидеть, лежать. И самое главное, здесь можно смотреть видосики. Мы здесь прицепили проектор. Сейчас сделаем импровизированный экран. Вот и как раз здесь пригодилась наша кровать. Мы сделали правильное расположение наших комнат. За счет чего, что можно на кровати, на ровной поверхности разместить белое полотно, на котором будет отображаться все вот это, вот это, вот это вот. И в идеале предполагалось, что когда вечером мы будем застилать кровать белыми простынями, то на белых простынях это все будет отображаться. И когда уже немножко стемнеет, здесь будет четкая красивая картинка. Друзья, домик получился не идеальный. В нем было много недочетов. Ну, в общем, наш эксперимент удался. Да, друзья, у нас есть еще кое-какие задумки, как сделать на 5 квадратных метров целый дом. Если вы поставите под этим видео очень много лайков, то мы повторим этот эксперимент. Но уже немножко в другой форме. Так что ставь лайк за наши старания. Пиши в комментариях, какая комната понравилась тебе больше всего. Мне лично понравилась больше кухня. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за просмотр, до следующей субботы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok